Большинство пешеходов на эти бугорки под ногами внимания не обращают, но для Алексея Назарецкого тактильная плитка – один из немногих ориентиров в городском пространстве. В перечне работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» адаптация пространства под передвижение маломобильных групп населения идет отдельной строкой. В рамках ремонта уличной дорожной сети была установлена тактильная плитка на всех подходах к пешеходным переходам, а также при подходе к пересечению проезжей частей, даже и вызов с дворов. Также были установлены дорожные знаки и выделены специальные места для инвалидов на всех парковках. На пересечении проспекта Текстильщиков и улицы Василевского в рамках программы не только заменили асфальтовое покрытие проезжей части. Выполнили комплексный ремонт с заменой дорожных знаков, светофоров, восстановлением тротуаров и оборудованием подходов к ним новой тактильной плиткой. Тактильная плитка направляющая, при этом были учтены те замечания, которые возникали раньше при эксплуатации данных устройств и была плитка установлена более большой толщины вместо 4 сантиметров в 7 сантиметров. Направляющая плитка более функциональна, чем та, которую устанавливали в областном центре раньше. Эти ребра не просто привлекают внимание людей с нарушением зрения, но и указывают направление движения. По ощущениям, конечно, немножко другие ощущения, когда встаешь перед проезжей частью, так уже можно определить направление движения, куда надо идти. Ходить по ней удобно, самое главное, чтобы она и долго простояла и прослужила людям. По программе БКД тактильной плиткой оборудуют все ремонтируемые участки. Звуковым сигналом только те, где наиболее часто передвигаются люди с нарушением зрения. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.